Привет! Вы на канале «АвтоСтронг», а вокруг меня мотоциклы компании «МотоСтронг». Теперь мы тоже занимаемся продажей мотоциклов, привезенных прямо из Европы без посредников. Эти мотоциклы обслужены, аккуратны и бодры и продаются по честной цене. Весь склад мотоциклов и контакты компании «МотоСтронг» вы найдете по ссылочке в описании к этому видео. Прямо сейчас мы разберем олдскульный двигатель от Volkswagen. Итак, встречаем 1.8 моно с индексом ААМ. Моно-впрысковый двигатель объемом 1.8 с индексом ААМ выпускали с августа 1990 года. Его ставили на Volkswagen Passat B3, Volkswagen Vento и Volkswagen Golf 3. В 1998 году этот мотор убрали из моторной гаммы. Этот двигатель относится к старому семейству EA827, которая в процессе эволюционировала в EA113. Двигатель 1.8 с системой управления Bosch «Мономатроник» отличается от некоторых своих предшественников продвинутой системы диагностики. Да, этот двигатель уже можно читать с помощью диагностического ПО, а единственный ЭБУ регулирует впрыск и зажигание. Мощность у этого двигателя 75 лошадиных сил, хотя в линейке есть двигатели, которые развивают 90 лошадиных сил. У них индексы ABS и ADZ отличаются от младшего распредвалом. Этот двигатель сделан на основе чугунного блока. Один распредвал, 8 клапанов с гидрокомпенсаторами в приводе ГРМ и зубчатый ремень. Для справки расскажем, что же такое моно впрыск. Топливо здесь впрыскивается в наддроссельное пространство, то есть через дроссель фактически проходит готовая топливо-воздушная смесь, которая через впускной коллектор и впускные клапаны попадает в камеры сгорания. На разбираемом нам моторе модуля моно впрыска не оказалось, поэтому мы нашли похожий с мотора 1.6. Из чего он состоит? Из форсунки, датчика температуры воздуха, регулятора давления. В этот узел подается топливо, его излишки отправляются в обратку. Дроссель имеет тросовый привод, потенциометрический датчик его положения, а положение заслонки на холостом ходу регулируется электронным узлом. Температура всасываемого воздуха регулируется заслонкой, расположенной под воздушным фильтром. Заслонка регулирует всасывание наружного, то есть холодного воздуха, и горячего из-под выпускного коллектора. Механический двигатель 1.8 ААМ очень надежен, и по сей день экземпляры с этим двигателем ездят более 500 тысяч километров без капитального ремонта. Даже обрыв ремня ГРМ не убьет этот двигатель, потому что степень сжатия низкая, 9 к 1 под бензин 92 страхует его от этой неприятности. Некоторые хлопоты вызывает сама система моно-впрыска, но она уже хорошо изучена. Цены на некоторые компоненты действительно дороги и сопоставимы ценой автомобиля с этим двигателем. Этот двигатель 1.8 оснащен лямбда-зондом, из-за неисправности которого или обрыва проводки этот мотор может спокойно есть 18 литров на 100 километров. Двигатель 1.8 с системой Bosch Monomatronic часто страдает от того, что во время прогрева холостые обороты могут проседать, а могут подскакивать. Также двигатель может заглохнуть. Такие же симптомы проявляются и при включении нейтральной передачи. Такая ситуация у владельцев с этим мотором называется температурный глюк моно-впрыска. Происходит он из-за неправильного смеси образования и виновников найти не всегда получается. Обычно при возникновении такой проблемы меняют датчик температуры охлаждающей жидкости. Со временем его сопротивление увеличивается, что говорит об уменьшении температуры двигателя. Тогда система Monomatronic переливает, то есть впрыскивает больше топлива. Об этом говорят потемневшие электроды свечей зажигания. Моновпрысковый двигатель также оснащен датчиком температуры всасываемого воздуха, неисправность которого тоже приводит к обогащению смеси. Вообще оба этих датчика иногда перестают генерировать сигнал из-за обрыва проводки, поэтому надо прозванивать их проводку. Из-за неисправности хотя бы одного из датчиков у этого двигателя может пропасть колостой ход, и тогда надо будет обороты поддерживать педалью акселератора. Также виновниками троения могут быть свечи зажигания, высоковольтные провода и трамблер. Но обычно эти детали под контролем у владельцев автомобилей с этим мотором. Также может заклинить заслонка, которая регулирует горячий и холодный воздух. Холодный воздух будет поступать в цилиндры, что никак не способствует испарению бензина. Это приводит к нарушениям воспламенения. Еще один неочевидный виновник температурного глюка – это датчик положения заслонки. Если он врет, то тогда будет формироваться неправильная топливо-воздушная смесь, обычно в сторону увеличения. А если дорожки потенциометра протерты, то тогда при определенных углах открытия дросселя подача топлива будет прекращаться. В норме датчик положения заслонки на холостом ходу при убранном штоке должен выдавать напряжение 0,186 вольт. По мере открытия дросселя напряжение должно плавно расти, и это говорит о целых дорожках потенциометра. Этот датчик продается вместе с камерой смешивания, что очень дорого. Также в продаже есть восстановленные заводом эти датчики. Умельцы придумали способ передвинуть ползунки потенциометра на части дорожек, которые не изношены. Также можно просто приобрести БУ-датчик. Также виновником нестабильного холостого хода может быть бензонасос. В норме он должен подавать бензин под давлением 3 бара. Регулятор давления снижает это значение до рабочего 0,812 бара. Но в большинстве случаев, если бензонасос изношен, то двигатель просто не заводится. Наиболее частой причиной температурного глюка – это обмерзание дросселя и пусковых зазоров смесительной камеры. Иней появляется в моноинжекторе из-за влаги, которая содержится в бензине и в картерных газах, проходящих через впуск. Знатоки советуют бороться с этой проблемой, добавляя этиловый или изопропиловый спирт в бензин. Одна часть спирта на 100 частей бензина. Обычно это помогает. Открытием дросселя на холостом ходу управляет отдельный регулятор. При любых проблемах с регулятором наблюдается проблема в стабилизации холостого хода. Регулятор представляет из себя моторчик с редуктором, который выдвигает шток при открытии дроссельной заслонки. В штоке есть концевик, в котором замыкаются два контакта. Со временем контакты подгорают и перестают замыкаться. Это решается разборкой регулятора. Кроме того, может нарушаться ход штока, что обычно связано с проблемами по части электромотора или загрязнению шестерен редуктора. Исправное сопротивление обмотки мотора 6,8 Ом. Если больше, то значит проблемы с износом угольных щеток. Сам моторчик надо разобрать, поменять угольные щетки, либо притереть их, почистить шестеренки электромотора и собрать все обратно. Обычно это должно помочь. Регулятор новый, стоит огромных денег. Датчик температуры всасываемого воздуха расположен рядом с форсункой. Это очень важный элемент моно-впрыска. С годами выходит и строит терморезистор, который меряет температуру всасываемого воздуха. Этот датчик очень дорог, либо же не продается вообще. Поэтому умельцы придумали очень много способов его восстановления и замены терморезистора на аналогичный из датчика температуры антифриза. Исправный датчик при температуре воздуха 20 градусов должен иметь сопротивление 2-3 килоома. Форсунка моно-впрыска подключается к КБУ через одну колодку с датчиком температуры. Форсунка вечная, проблем не вызывает, но иногда может пострадать из-за ворса некачественного топливного фильтра. Это приведет к снижению мощности двигателя. Сопротивление обмотки исправной форсунки 1,2-1,6 Ом. В блоке моно-впрыска находится регулятор давления топлива, который управляется ЭБУ. Рабочий элемент регулятора – это электромагнит. Регулятор надежен, мембрана служит десятилетиями. Но в некоторых случаях регулятор может замерзнуть из-за наличия в топливе воды. Если регулятор замерзнет, то двигатель не будет запускаться, но бензонасос будет исправно качать топливо. Все топливо из-за того, что регулятор замерз, будет отправляться в обратную магистраль. Обогрев регулятора поможет в решении этой проблемы. Напомним, что вот это блок моно-впрыска с двигателя 1,6, а не 1,8. У них разная распиновка, а также разное количество контактов в колодке регулятора холостого хода. Но общий смысл тот же. Весь блок моно-впрыска установлен на резиновой подушке на впускном коллекторе. Со временем эта резиновая подушка изнашивается, что приводит к всасыванию лишнего воздуха за дроссельное пространство, что в свою очередь приводит к нестабильному холостому ходу, туплению при разгоне и даже невозможности запустить двигатель. Подушка стоит недорого и легко меняется. И еще отметим, что под дроссельной заслонкой находится так называемый ежик – это электрический подогреватель топливо-воздушной смеси. Ну а сегодня в разборке этого олдскульного двигателя нам поможет долгожданный и всеми любимый Паша. Здравствуйте. Мы начинаем нашу разборочку. Ремень ГРМ приводит распредвал, натягивается механическим натяжителем. Все метки ГРМ есть на обоих шкивах. Дополнительная метка коленвала есть на маховике. Ее можно увидеть через отверстие с зеленой заглушкой, которая находится в КПП. Дополнительная метка есть и на шкиве распредвала. Она должна совпадать с горизонтальной плоскостью ГБЦ. Также при выставлении цилиндра в положение верхней мертвой точки надо обратить внимание на метку на трамблере. Комплект ремня ГРМ на двигателе 1.8 ААМ аналогичен тому, что использовали на двигателях семейства EA827 с 1972 года. Менять ремень надо каждые 60 тысяч километров либо же раз в четыре года. А вот это шкив промежуточного вала, от которого вращается маслонасос и трамблер. Один распредвал, восемь клапанов, гидрокомпенсаторы присутствуют. Если говорить о состоянии распредвала, то здесь все очень хорошо. Голова у этого двигателя ходит хорошо. Если говорить о состоянии, то присутствует масляный нагар в камерах сгорания. А вот этот белый налет говорит о том, что в моторе была бедная смесь. Блок у этого двигателя чугунный, в цилиндрах он нормальный и немного нагара на донышках поршней. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И по традиции, мы расскажем, какое же масло подойдет к этому мотору. А к данному двигателю подойдет масло ELF Evolution 900SXR с вязкостью 5W40. Выгодно его приобрести вы можете у нашего партнера компании Armtec со скидкой 10%. Просто назовите промокод STRONG при заказе. Скидка действует не только на масла, но и на весь ассортимент новых запчастей в сети магазинов Armtec. Кстати, Armtec является единственным официальным дистрибьютором моторных масел ELF в Республике Беларусь. Все ссылочки и подробности в описании. А теперь о состоянии. Мы видим поверхностный износ на коренных и шатунных вкладышах. Масло в этом двигателе горело. Мы это видим по жировому поясу. Также закоксованы все маслосъемные кольца. Естественно, повышенная температура в камерах сгорания из-за бедной смеси внесла свою лепту. Верхние коренные вкладыши на удивление как новые. Разборка закончена. Вот такой олдскульный двигатель мы сегодня разобрали. Он простой, а все его проблемы с моно-впрыском давно известны и изучены. Эти двигатели и по сей день бегают с пробегами свыше 500 тысяч километров без капремонта. Если вы хотите знать о моторах, коробках и БУ запчастях абсолютно все, обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт. Покупайте у нас только отличные запчасти. Помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok